Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, замечательке Михаил Задорнов в том шоу Неформат. Что вы хотите, неформат? Неформат, он и в Африке неформат. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Все, кто слушает радиостанцию Юмор-ФМ, радио хорошего настроения на частотах в ваших городах. Пятница, вечер, и мы начинаем программу Неформат, которая почти всегда выходит в это время. В студии, как всегда, автор, ведущий, главный герой программы Михаил Задорнов, который отвечает на ваши вопросы, звонки, письма. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, автор, наверное, меня неправильно называть. Все-таки мы с вами, ну, рассуждаем, да. То есть это не написанный заранее текст, все, что мы говорим. Это правда, но я говорю сейчас о подготовке. Сколько времени вы тратите на то, чтобы подготовиться к ответам на вопросы радиослушателей? Я тратчу, знаете, сколько времени? Смотрю вчерашнюю новость. Этого достаточно. Это так увлекательно, я вам должен сказать. Во-первых, у меня лично улучшается настроение. Потому что смотреть это без смеха зачастую невозможно. И мы должны все-таки внушить людям вот это умение, помочь людям, чтобы они правильно научились, как мы с вами, смотреть новости. Чтобы они относились не ко всему, но ко многому с юмором. Может быть, мы сегодня продолжим вот эту традицию. Не все принимать всерьез, чем нас пугают. Вот так. И, кстати, очень интересно, я получил письмо насчет нашей с вами передачи на электронную почту. Написано, я каждый раз слушаю, я еду в это время на работу. Хорошее время, человек, едет на работу, заметьте. Уже славно. И стою в пробке там, где-то в центре Москвы. И все время злюсь, он мне написал. И вы знаете, как послушаю вашу передачу, и злость проходит. Раскрепощает. Вы так рассказываете интересно. И я хотел уже выйти, мотировкой врезать кому-то там, впереди стоящему. Ну вот, послушаем. Задорно постановил. Ага, но мы с вами тут что-то пошутили. Он думает, дай послушаю еще. И не врезал, смотрите. Может, так мы войну предотвратим между двумя Кореями? Ну, кстати, а почему нет? На Дальнем Востоке мы тоже вещаем. И наверняка наши секретные шпутники, шпионы слушают. Северная Корея прислушивается к нашим. Да. Ну, а пока я хочу сказать, что вы можете звонить на 0731. Мы в итоге программы подведем наш традиционный блиц. 8870 номер для ваших смс-сообщений. Также гостевая книга работает наша на сайте веселая-радио.ру. Там же трансляция. Вы можете посмотреть все, что происходит в студии в прямом эфире. Ну, а сейчас вы уже кое-что сказали о письмах. Я уверен, что огромное количество писем приходит к вам на почту. Мы это перед программной обсуждали. И самое интересное, я вот смеялся, когда вы некоторые из них цитировали. Давайте подключим к этому, к этой волне смеха и наших слушателей. Да, давайте попытаемся подключить, потому что нас слушают. Ну, кто сейчас может слушать радио? Первое, на работе кому делать нечего. А второе, в пробках, да? И тем и другим нужна разрядка. Потому что и на работе на городе настроение грустняк, а в пробке вообще жесть. Поэтому уберем жесть из психологии сейчас нас слушающих, из психики, из настроения. Вот, я просто зачитаю сами письма. И что мне в этом нравится, я предупрежу. Грамотно написано, хорошо написано. Есть грамотные еще люди в стране российской. Я работаю водителем. Один раз я приехал на складской терминал, где идет погрузка, выгрузка автомобиля. И, находясь внутри склада, обратил внимание на объявление на стене. Работникам склада запрещается находиться между пандусом и автомобилем, так как можете быть раздавлены. Но, внимание, да, уже неплохо. Но дальше оставшиеся в живых будут уволены. Администрация. Оставшиеся в живых части будут уволены. В городе Владимир открылся детский центр творчества под названием «Гламурный чебуратор». Я не въезжаю, что это такое. Вот из трансляции по радио в Петербурге в честь выпускников. Радостным голосом. А сегодня мы провожаем наших выпускников в последний путь. Мужчина прислал. Не мог не поделиться, как ты услышал песню вот с такой фразой. Твой вожделенный взор ползает на локтях любви. Но тут даже попса отдыхает, я должен сказать. Это удивительно, где такие песни звучат. Наверняка наши слушатели знают. Если кто-то знает автора песни, будем рады озвучить эту фамилию. Но еще раз, вы вживитесь в этот образ. Твой вожделенный взор уже непонятно как. Но он еще и вползает на локтях любви непонятно куда, кстати. Женщина прислала. Не могу молчать. Смех сквозь слезы. В Самарской гувернии нашли оригинальный способ экономии, чтобы сократить расходы. На канцелярские принадлежности супер депутатам выдадут планшеты Apple с безлимитным интернетом, чтобы на скрепках сэкономить. А эту страну победить невозможно. Мужчина написал. Недавно ездил в город, двигаюсь по трассе, навстречу менты. Ну, извините за это слово. Из письма слово не выкинешь. ДПС. Язык не поворачивается. Пишет в скобках. Назвать их копами. Так вот, едут и помогают. То есть, по-медведевски. Так вот, едут и моргают мне менты, копы. Менты-копы моргают мне два раза. А он превышает скорость. Поначалу думал, глюк. Проехал 700 метров, увидел радар, и еще метров через 300 стояли гаишники. Нормально? Менты просигнали ему о гаишниках. Первая мысль, возникшая в моей голове, не все еще потеряна в нашей стране. Ох, какое письмо. Мужчина еще это написал. Несколько лет назад еду на машине, останавливает меня сотрудник ГАИ. Машина у меня по доверенности. Авто оформлен на тещу. После проверки документов сотрудник задает вопрос, на кого оформлен машина. Я говорю, на тещу. Гениально. Гаишник задает вопрос, после которого я понимаю, штрафа не избежать. А почему у вас с тещей разные фамилии? Ха-ха-ха-ха. Русский сразу сел и поехал. Он решил... На немецком говорил, наверное. Моха-ха-ха. Он все регулирует. Русский говорит, да, думаю, что тормозить скоростью буду или ручником. В Германии поехал. Ну, и там же эти все автобаны. Короче, на первом же светофоре поцеловал впереди стоящее авто. Разбил габариты. Немец ушел за полицейским. Следите за сюжетом. Посмотрел наш водила. Увидел сквозь разбитое остекленение лампочки стоп-сигналы. И пока тот водила, немец, ходил за полицейским, выкрутил эти лампочки. Посмотрел, увидел разбитое остекленение лампочки стоп-сигналы и выкрутил их. Положил себе в карман. Пришел полицейский на смеси русскую с немецким. Объяснил полицейскому, что не видел, как впереди едущий тормозил, так как у того отсутствуют лампочки. Видел, как побагровела от кнева полицай и какое удивление было у владельца авто. Полицейский меня сразу отпустил, а владельца оставил разбираться. Вот наши где украсть, обмануть гении. В интернете нашел фотографию школьного сочинения, пишет еще один, как я провел лето. Как я провел лето, никого не касается. Представляете, довела юридическая составляющая нашей страны, сегодняшняя, от Медведева зависящая. Никого не касается, как я провел лето. Это мое личное дело, пишет в сочинении. Так как провел я лето, я не обязан за него отчитываться в сочинении. Надо уважать права человека, он пишет. И если вы оставите им недвогу за это сочинение, то мы с вами, Екатерина Михайловна, увидимся в европейском суде. Это уже пацаны, это уже дети пишут. А вот задачку прислали. Один третиклассник может отлупить трех первоклассников. Отлупить. Отлупить. Задачка. Раньше писали, знаете, задачки там. Алена подарила подругам по три яблока. А теперь три подруги отобрали у Алены яблоки. Теперь смеются мне за... Современность прет из них. Один третиклассник может отлупить трех первоклассников, но уже четыре первоклассника отлупят третиклассника сами. Вопрос. Кто будет побеждать сначала и кто победит потом? Если лупить друг друга, начнут 220 третиклассников. Вы где их найдете? И 350 первоклассников, а потом еще на вопле о помощи прибегут 150 первоклассников и 93 третиклассника. Как? А где это возможно? Ну и... Я не знаю, рассказывал я в льне, но это трогательно. Я прошу не смеяться. А, первая фраза еще, это не трогательная задачка. Для детей, сатана, пролетая мимо питейного заведения, по ходе испорил и измерил плотность продаваемой водки. Это задачка для шестиклассников. И последнее. Я думаю, что сейчас не надо смеяться. Даже если кого-то заставил улыбнуться, сейчас задержитесь. Задачка трогательная. Я лично почти заплакал. У пуговицы четыре дырочки. А у свистка одна дырочка. Так, вопрос, сколько раз, во сколько раз громче свистнет пуговица, чем свисток? Там еще надо было добавить. И во сколько раз труднее пришить свисток, чем пуговица? Друзья мои, мы еще к образованию вернемся. Без этой темы у нас не существует передача. Это открытие за открытием происходит у нас в этой теме. А сейчас? А сейчас реклама. Но без образования люди бы не улетели в космос. И это были советские люди. И мы об этом поговорим обязательно после рекламы. Юмор-ФМ. Да. Ну что, друзья, мы продолжаем программу «Неформат». Продолжаем ее в прямом эфире студии Юмор-ФМ в Москве. И самая, пожалуй, главная тема. Она очень радостная, очень позитивная. Но при этом, безо всякой иронии, мы к ней относимся. И это тема того, что сегодня день космонавтики. Ну, для меня это особый день, поскольку я, честно говоря, в этой теме работал. И даже наша группа проектировала фланец для «Бурана». К сожалению, из «Бурана» сделали ресторан сегодня. Вот такая деградация нашего общества. Но я никогда не забуду, как мы отреагировали, когда Гагарин полетел в космос. Как все выбежали на улицы. Школы, учреждения. И сегодня мне бывает очень грустно от того, что молодые люди не испытывали такой радости, которую мы испытали тогда. Все-таки человек должен отличать радость от удовольствия. И люди, которые испытали радость хоть несколько раз настоящую в жизни, там, День Победы, или запуск первого спутника, или полет первого человека в космос, они уже отличают пару удовольствий от радости. И сегодня для меня радостный день. Все-таки первыми были наши славные ученые в космосе. И об этом, наверное, стоит поговорить, потому что сегодня в человечестве, во всея человечестве Земли уже только 30%, если верить цифрам, знают, что первым космонавтом был советский человек. И что он... А знаете, как мы называли? Юрий в день. День Гагарина. Даже есть такая вечеринка, Юрьева ночь называется. Все на ночь переведут. Да у нас Юрий в день был. Представляете? Между прочим, это... Ее проводит неправительственная организация, которая обвиняет порядка 60 стран мира. И они отмечают, кроме прочего, между делом, не только полет Юрия Гагарина в космос, но и запуск челнока из программы Space Shuttle. В 81-м году, который состоялся через 20 лет после 60 минут. Они специально запустили в этот день, чтобы потом можно было ребрендинг сделать и на себя перевести стрелки Международного дня космонавтики. Они все время вычисляют, как напакостить другой какой-нибудь стране. И в первую очередь Россию и Советскому Союзу. Потому что это главные их соперники на всю жизнь. Вообще, конечно, погано, что мы так ослабли, что даже не можем за себя постоять на сегодняшний день. Ну, смотрите, даже многие ведь думают, что и атомные бомбы скинули советские летчики после войны. Но все-таки... Ну, это имеется в виду Хиросима и Нагасаки. Да. Но мы должны хотя бы в нашей стране поддержать эту тему. И чтобы все-таки молодежь знала, что не НАСА запустила первого космонавта. А все-таки это великий труд королев. Если бы не было Королева, не было бы сегодня космонавтики у американцев. Американцы не могли, когда уже русские, ну, советские люди. Все-таки это многонациональная работа была, тут труд разных национальностей. Когда запустили первые советские спутники, для многих это будет откровение, то у американцев только были спутники маленькие, их называли в мире, знаете, как апельсин. Они были не больше мандарина, но люди преувеличивали, называли их апельсины. И эти апельсины падали, у них ничего не получалось. Потом произошло следующее. Советский Союз только тратил денег на вооружение. Чтобы хоть как-то противостоять этим негодяям, главнюкам, всея человечество, что не было денег на космонавтику. Американцы выделили огромные средства на такой двигатель кислород-водород. Он особо мощный был. А наши инженеры славные сказали, зачем тратить деньги на такой двигатель, когда мы можем сделать связку из четырех двигателей, которые у нас уже есть. По мощности будет то же самое, а по затратам ничего. И выиграли в данный момент, но проиграли стратегию. И так были многие моменты, связанные с космонавтикой, проиграны. Потому что у тех были выделены мощные деньги. Но если бы не было Королева, гения советского, никакой бы космонавтики на Земле... То есть, может быть, и кто-то пришел, но пока нет такого гения в космонавтике, каким был Сергей Королев. Кстати, меня распределяли на его фирму, но потом перераспределили за мои режиссерские способности в студенческий театр Дома культуры МАИ. Поэтому я, в общем, знаком с этой темой. Я бывал несколько раз на Байконуре. Святое место для нас было, место поклонения. И мне противно смотреть фильмы о нашей космонавтике, в которых унижают наших советских космонавтов. Мы сидели с ними у костра, и один из космонавтов, не буду говорить, кто сказал... Вот я полечу, мне бабушка дала икону, сказала, ты там, в космосе будешь ближе к Богу, лети с иконой. Это было советское время, и не надо преувеличивать, друзья мои, и никто никого в то время за это не сажал. Сажали, но за другое. И это великий день, один из главных... Я вообще думаю, что это надо сделать одним из главных праздников, потому что это реальный праздник. Реально. Если бы в древности кто-то, подобный Гагарину, совершил такой подвиг в племени, он бы стал богом в этом племени, у этого народа. На таких людей, как Гагарин, вообще можно молиться, потому что это подсоединяет к божественной энергии нас. Ну, я образно сказал. Я не говорю, что надо рисовать икону. Нет, это образ. Все-таки наши люди многие умеют мыслить образами. Вот для них я это сказал. Ну да, и здесь абсолютно точно, что образ Гагарина, образ Юрия Гагарина, как такая квинтэссенция огромного количества чаяния и надежд народа, там, великой страны. Да, конечно. И всего мира. Ведь Гагарин был невероятно популярен и за рубежом. Да. Там, кинозвезды хотели... Он больше Горбачева был, популярность его была. Горбачев получил популярность за развал страны. А Гагарин за труд, за созидание, за творчество, за свет. А Горбачев за то, что развал произошел. Ура! Ты нам подчинился, ты агент нашего влияния. Тебе надо орден дать и Нобелевскую премию. Но при этом к Михаилу Сергеевичу Горбачеву очень спорное отношение внутри бывшего Советского Союза, несмотря на восхищенное, конечно, отношение. Спорное, это совершенно обратное тому, как Западу. Вот это и есть спорное. Я аккуратно так... Вы из старшего поколения не найдете никого, кто бы одобрил то, что совершил Горбачев. Ну, за исключением, конечно, тех, кто обучался на Западе. Те, конечно, все одобрямцы, потому что все, кто там учились, они уже давно перекодированы. Вот так скажем. Михаил Николаевич, ну, тема Советского Союза и распада страны, может быть, в следующий раз. А сейчас пока несколько космических новостей. Не очень хорошая новость. То, что мнение о том, что Россия является космическим лидером, наиболее характерно для безработных. 50% безработных считают, что Россия по-прежнему является лидером в космической отрасли. Ой-ой-ой. Да, такой опрос прошел на прошлой неделе, и количество россиян, которые считают Россию лидером, упало вдвое. Лишь безработных осталось столько же, которые считают, что Россия лидер. Вот. Все меньше и меньше людей, которые живут в нашей стране, верят в то, что мы сохранили лидерские позиции. Все больше скепсиса. И молодое поколение даже часто не знает, кто такой Гагарин. И они не знают, что Россия была первой страной в мире, которая вывела человека в космос. Потому что вы привели данные западного опроса, но и в России ненамного лучшие ситуации. Примерно 17% детей до 17 лет считают, что Соединенные Штаты первыми выпустят человека в космос. Знаете, есть такая мудрость. Если хотите победить врага, воспитайте его детей. Вот, собственно, что сделала сегодня с нами Америка. Она воспитала наших детей по-своему. Доказательство ваших слов. В библиотеку в Риге, о которой я не раз рассказывал и по радио, и в газетах, пришел парень и попросил гиперболуэта инженера Гагарина. Ему сказали, что ты хоть знаешь, кто такой Гагарин? Он сказал, да, это первый, кто вышел в открытый космос. Что есть ошибка уже. Ему ответила моя помощница, что это неправильно. Как неправильно? Первым вышел в космос Леонов, сказала она. Он сказал, да перестаньте, Леонов же Винни-Пух озвучивал. А ему его кореш в джинсах с ширинкой ниже колен, говорит, да ты что, вообще позоришься. Да, Гагарин первый, который сказал, понаехали тут. Ну, стыдоба. Да, мы не лидеры, и я это... Знаете, у меня слезы были на глазах, когда я узнал, что из нашего бурана сделали кафе. Есть такая песня. В нашей шхуне сделали кафе. На тумбу пушку исковеркали, истрочен порох фейерверками. На катафалк пошел лафет. Вот точно, мы пели-пели в студенческие годы в узкострах, и допелись до этого. Это стыдоба. Мы потеряли позиции, но теперь объясню, почему, чтобы не возвращаться к этой теме. Да потому что торгаши пришли на место гениев, ученых. Они получают деньги от Кремля, но все эти деньги... Мы не раз сегодня будем возвращаться сегодня к этой теме. Все эти деньги идут куда? На отмывание, в океан, в Мариинскую впадину, куда угодно, но не на развитие космоса. Если посмотреть деньги, которые были выделены государством на космос, извините, их надо посадить в тюрьму. Это рефрен всех моих выступлений. Пришло время весеннее, время сажать. А пока реклама. Ну что, друзья, мы продолжаем программу «Неформат». У нас космическая тема сегодня будет проходить красной нитью через всю программу. Однако мы будем отвлекаться и на некоторые другие вещи. Например, на ваши сообщения, которые приходят к нам на короткий номер 8870, а также на гостевую книгу радиостанции «Юмор.ФМ» в интернете. Ну что, буквально пару сообщений зачитаем, потому что очень много тем. Но ждем, что вы нам будете присылать свои наблюдения, какие-то объявления, которые вы увидели, может быть, и в космосе, кто знает. Всякое бывает. Итак, объявление в Самаре. Предлагаю услуги логопеда, психолога, заэколога. Михаил присылал. Хромолога. Можно сюда, можно сколько угодно добавлять. Когда вы рассказали историю про гиперболуэт инженера Гагарина, я думал, может быть, там другая немножко развязка, что сказали ему, ну, возьмите другую книгу, а я попозже зайду. За, 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 за. Да, да, Гагарина. А вот это из описания порошка, надо же так написать, назвать порошок, ушастый нянь. И в скобках, порошок для стирки детских изделий и новорожденных. Новорожденных, то есть еще и новорожденных стирать будет. Ну, все, выпускники ЕГЭ начинают наполнять страну и отвечать за... Все, они уже наполняют профессии. Максим, страшно, скоро будут лечиться. Они же придут скоро врачами. Вы представляете, хирурга, выпускника ЕГЭ, который ничего не знает. Что он будет? Он будет смотреть четыре вопроса. Как вырезать аппендицит? Четыре ответа. Найди правильный. Через геморрой, через геморрой, через ухо или пупок. Каждый. Ну, это у... У нас в стране скоро жить нельзя будет. Нет, ответ один. Обратись с молитвой. И пройдет. И в каждом хирургическом кабинете вешать «Отче наш» надо будет? На дорогах ставить молитвы вместо реклам «Отче наш». А как летчики будут сажать самолеты наши? Сажать и сажать. Сажать, сажать и еще раз сажать. Вы говорите, что пришли торгаши в космонавтику. На Западе это произошло еще раньше. И еще как пришли. Американец разбогател на продаже лунных участков. Виняя. Сообщают в Вести. Американец Деннис Хоуп заработал миллионы долларов на продаже земельных участков на Луне. Удивительно даже не то, что Хоуп считает Луну своей, а то, что многие ему верят и платят за это. В 1980 году Хоуп обратил внимание на то, что в договоре о космосе ООН от 1967 года запрещено владеть Луной странам. Но при этом ничего не говорилось о частных лицах. Он написал в ООН письмо, в котором предъявил свои права на Луну. И попросил разъяснить, почему он как человек, как физическое лицо не может это сделать. И до сих пор, что странно, ООН ему ничем не ответила. Пользуясь этим, Хоуп продает земельные участки на Луне. Реально сколотил уже немалое состояние. Около 100 с лишним миллионов долларов. В числе его покупателей Том Круз, Николь Кидман, Джон Траволта. Я читал долго этот список, но я не наткнулся на следующие фамилии. Бывший президент США Джордж Буш, бывший президент США Джимми Картер и Рональд Рейган. Об этом пишет бизнес-инсайдер газета. Ну, вообще, должен сказать, мне тоже предлагали. Причем соблазняли тем, что там будет участок охраняемый. Что там будет охрана, там в супермаркет собираются разбить. Метро? Вы представляете, как я свой хавальник открыл на того менеджера, который мне все это пытался впендюрить. Но ведь есть люди, которые на это ведутся. Меня, единственное, больше, чем этот, который мне на Луне участок предлагал купить, достал, во-первых, менеджер от Киркорова, который хотел мне еще в Болгарии квартиру продать. Ну, он же у нас не перец, Киркоров, а болгарский перец. Но последний меня достал участок на хорошем кладбище престижном. И он меня тоже соблазнял. Охрана, свежий воздух, близкий супермаркет. Киркоров, ты вообще врубаешься, тебе это всем ты разговариваешь сейчас. Один и тот же человек все это предлагал Лугу, квартиру рядом с Киркоровым, да, и участок на кладбище. По-моему, компания одна. Но ведь верят люди, Максим, вот же что происходит. Вот я себе весна, я выхожу на улицу, первое мое наблюдение. 80% ходят лохов. Почему? И лошадь, простите. Благо, никто из этих людей не слушает. Нас не слушает. Ну хорошо, 60%. Ну посмотрите, весной женщины сняли с себя брони, вот эту одежду такую тяжелую, в легоньком. Я вижу по цене этих вещей, которые они не сняли, что они часто дорогие достаточно. У меня ощущение, что в этих бутиках, где женщины надеваются, женщины-продавщицы ненавидят покупательность за то, что это женщины. И говорят, вам подходит специально. Уже такое количество лошадцев, которые сегодня носят именно то, что им не подходит. И верят, кому? Верят вот этим в бутиках продавцам, которые говорят, это замечательно. Кладбища, как вам идет? Она похожа в том, что она только что надела на болотную кикимору. Но стоит продавщица и говорит, вам так идет? Надевает и еще на улицу выходит. Вот, по-моему, для таких предназначено вот это все разводилово. И на Луне, и хорошее престижное место на кладбище. А еще заморозить тоже мне, мне еще подбирались, что меня заморозят. Но гарантия, гарантия на 500 лет. Какая гарантия? От кого гарантия? Мол, если мы вам не разморозим, то деньги вам выплатим обратно. Да, вы знаете, я нашел здесь пока, вы рассказывали новость в тему. Ученые американские на сей раз провели исследования, которые показали, что почти половина покупателей после возвращения домой не может точно вспомнить причину, по которой они сделали свои покупки. О, а я что сказал? Причина вот эта. Согласно данным опроса, 50% покупателей в США, каждый второй, не знает, зачем они покупают вещи. Они не могут на это ответить, они отвечают, не знают. Фу, ну полегчал, не только у нас, значит, это. А это же американская вот эта традиция, улыбаться ненавидя. И я, знаете, я когда приходил первый раз в американские магазины в 89-м году на 5-й авене, ну как я мог не пойти в магазины, если я за каждый концерт получал 1000 долларов. Представляете, конечно, я пошел в магазины. И я как зайду, они мне улыбаются. Это после советских теток вот этих в сервисе работающих. Я вообще думал, что у меня ширинка расстегнута. Я каждый раз смотрю на ширинку. Ну как, ну что они мне улыбаются? Ну что я им такой? И вот эта дрянь вот эта у нас переняли. Я уже говорил про ресторан Пушкин. Я перестал в него ходить. Ну что это такое? Каждый раз, что я не говорю, она говорит, прекрасный выбор. Замечательный выбор. Я говорю, принеси хлеб. Прекрасный выбор. Какой выбор хороший? Это не официант, это половой. И я ему говорю, и каждый раз, я говорю, принеси чашку. С удовольствием. Врет. С каким удовольствием он мне может кофе приносить? С удовольствием. Я говорю, и хлеб. С удовольствием. И сахар. Я говорю, прекрати, говорит, с удовольствием. Он говорит, с удовольствием. Программа. Вот эта американская к нам переходит дрянь. Но у американцев есть, чему поучиться хорошему. Умению быт наладить. Да, это я говорю. И пускай Задорнов не врет там, что они все тупые. Вот, например, по сообщению Гестон Росбалт, человечеству не выжить в ближайшие тысячи лет, если оно не найдет себе нового места обитания за пределами нашей хрупкой планеты. Вот чему нужно поучиться у американцев? Там есть определенная группа людей, довольно многочисленная, которая идет вслед за знаменитым астрофизиком Стивеном Хокингом. Он вошел по исследованиям, правда, не знаю, какие данные исследования здесь приводятся, в десятку гениев современности. Ему сейчас 71 лет, и Хоген заявляет, что наш единственный шанс долговременного выживания не затаиваться на планете Земля, а рассредоточиться в космосе. Это серьезно. Раствориться можно еще. Он не исключает, что наша планета может быть покорена и разграблена инопланетянами. Если инопланетяне когда-либо посетят нас, то, я думаю, результат будет во многом таким же, как и результат экспедиции Колумба для коренных жителей Америки. Ну, я, честно говоря, думал, что американцы давно нас посетили, потому что я смотрел все три части фильма «Люди в черном». А, да, о, вы мазохист. Да, по несколько раз. Здесь действительно вы меня поймали. Там показывают инопланетян. Видимо, есть люди, которые полагают, что нужно срочно рассредотачиваться в космосе. Михаил Николаевич, что вы думаете по поводу того, что пора рассредоточить с Земли? С Земли свалить. Я думаю, что это пугалово. На самом деле инопланетяне, они, может, даже и прилетели, но они в шоке. Они в шоке, потому что они приехали нас ограбить, а тут сейлз. А, да, тут сплошной дискаунт. И инопланетяне, если они прилетели к нам, они сказка о Золушке по сравнению с нашими нефтегрёбами. И нам не надо бояться инопланетян. Какие бы ни прилетели инопланетяне, мы и сумеем их так ограбить, что они отлетят пристыженными. Сегодня что-то много вообще заговорили об НЛО. Я видел фильм. Ну, что значит фильм? Я не мог оторваться о том, как инопланетяне поселились в Антарктиде. И как они, значит, сражались с флотом США, который как раз в их дыру направился туда. У них же дыра есть, они оттуда вылетают. А пингвины сторожат и предупреждают. И, кстати, есть теория, что именно они спасли Челябинск от метеорита. Потому что метеорит-то не метеорит, а это секретное американское оружие было. И запустили они, по-моему, я если не говорил, то повторю. Почему американцы решили раздолбать Челябинск? Они вообще не знали про Челябинск порыв до времени. Они думали, что там пьяные медведи танцуют барыню в присядку с мужиками и бабами. А тут оказалось вот что. Они вычислили, что по Челябинскам секретное оружие русских проектируется и конструируется. Это большой снежколеп. Американцы очень боятся снега. Для них это страшнее ядерной угрозы. И наши сумели снежколеп сделать, который слепил снежок диаметром с Вашингтона. И сейчас делают катапульту. И они могут запустить этот снежок, и тогда накроют Вашингтон, и в принципе все компы отключаются. Вся связь нарушается. Весь коммуникейшн к чертовой матери. Но под снегом какой интернет? В Антарктиде, поэтому его и нет, собственно. Ну да, там у них другие совершенно коммуникейшн. Только пингвины охраняют. Они через пингвинов. Это антенны. Пингвины, антенны НЛО. И, в общем, НЛОшники, когда увидели, что летит, они тут же вылетели из Антарктиды, прилетели и грабанули вот этот снаряд, посланный из Америки на Челябинск. В страхе перед нашим снежком большим. И почему? А НЛО очень любит Россию. Они любят оторваться. Они сюда часто прилетают. Челябинск, один из их любимейших городов. Они там покупают потрясающие джинсы. Там самые дешевые в Сибири джинсы, которые делают китайцы шьют. Михаил Николаевич, я уже предчувствую, какое количество СМС сейчас просто обвал идет. От людей, которые пишут, о чем речь. Неужели это правда? Срочно. Да-да, это фильм НЛО. Но я собираюсь снимать сейчас фильм об НЛО. Вся правда об НЛО. Ну что, у нас сейчас небольшая рекламная пауза. И в течение ее мы, думаю, уже сверстаем какой-то сценарий. По крайней мере, тизерного ролика. Первого, премьерного. Друзья, через пару минут вернемся в студию Юмор ФМ. Еще раз добрый день всем, кто слушает сейчас радиостанцию Юмор ФМ. Мы, прежде чем перейти к кремлевским новостям, которые были только что проанонсированы, почитаем несколько ваших сообщений. Они, прямо скажем, очень прекрасные. Вот одно из них такое. Нас начинают поправлять. И в этом есть замечательная тенденция. Потому что действительно нужно давать себе отчет, что нас слушает вся страна. И вот я допускаю некоторые ошибки. Спасибо большое, друзья, что вы нас поправляете. Иногда, когда мы с Михаилом Николаевичем что-то обсуждаем, вдруг произнесутся фразы, на которые народ очень живо реагирует. Ну это здорово. Иногда ведь язык поскользнется и скажет что-нибудь не то. Например, Евгений Откаченко пишет, что, Михаил Николаевич, вы сказали, что Челябинск в Сибири, а мы находимся на Урале. Как ее звать? Евгения. Евгения, милая. Во-первых, я говорил про другой Челябинск. Есть два Челябинска. Один Челябинск действительно на Урале. Второй в Сибири. И это специально сделано, чтобы америкосы ошиблись и не туда запустили свой секретный вот этот снаряд, который они тоже долго готовили против России. Так что не надо в этом смысле меня поправлять. Я знаю, что я говорю. А вы не зазнаваетесь, что у вас под вашим уральским Челябинском снежколеп лепится. Нет. Для этого специальный Челябинск построили. Надувной. Ангары надувные. И, знаете, вот эти надувные вещи в разных таких интимных магазинах, вот это использовали технологии, но во имя государства. В общем, там надувные люди ходят. Но снежок настоящий леп. Сегодня праздник. Нас унесло несколько в космос в хорошем самом смысле. И ваше сообщение. Объявление в газете. Распилю на дрова все. Все. Мебель, крышу, дом. Ну, бюджеты на дрова. Это сильно. А вот Нижний Новгород. Это надо с выражением читать. Надпись рядом с водителем в маршрутке. Пассажир, поднимайся, проходи и садись. А не хватило места, стой за порчень, держись и заткнись. Вы же ну достали своими разговорами в маршрутке. Я тут ехал в шапке-невидимке в маршрутке. И чего? Я ни слова не понял, о чем люди говорят. На таджикском, говори. Вся маршрутка, говорим, на таджикском с водителем. Это в то время, пока космические корабли бороздят просторы Большого театра. То есть в то время, пока у нас в стране вводят, и Госдума сегодня, стала известна информация, приняла закон об обязательном прохождении вот этих курсов, да, и сдаче экзаменов. По русскому языку. Чтобы они понимали, чего с ними разговаривают. Да, пока такой закон принимается, уже маршрутка говорит на таджикском. Я прошу прощения, может не на таджикском, может на каком-то иностранном языке. Да, на иностранном, серьезно иностранном. На сильный иностранном. На глубокий иностранный язык. А против таджиков я ничего не имею. Наоборот, мне даже немножко жалко Таджикистан, потому что там таджики кончились. Практически все здесь. Там только чиновники и бабы оставшиеся, которые ходят на почву за бабками, которые присылают таджики из России. Все. А на Украине тоже есть бабы, Михаил Николаевич? В самом хорошем смысле этого слова. Замечательный. Как старшие ребята рассказывают. Старшие ребята рассказывают. Есть такое движение FEMEN, да? Оно очень известное в определенных узких кругах. Путину нравится очень. Да, я, собственно, это и хотел обсудить. На прошлой неделе произошел, точнее на этой неделе, конечно, мы подводим итоги, этой неделе произошел казус, когда девушки из группы FEMEN выскочили перед Владимиром Владимировичем Путиным. В Германии, да? В Германии, в Ганновере, да, во время посещения вот этого автосалона. И кое-что продемонстрировали. Кое-что это грудь и разные другие опшнс. Дополнительные были. Даже автосалон. Тюнинг свой продемонстрировали. Немцы, да, очень удивились. Пожалуй, это стоит взять на вооружение. Такому тюнингу, да. Что вы думаете? Вообще, первая мысль была, я видел это видео, когда они бежали к нему. Ну, там было такое движение со стороны президента, когда он принимал боевую стойку. Если вы посмотрите видео, вы сразу же увидите это. Ковер сразу перед ним расстелили. Татами, татами. Вообще, мне лично кажется, что девчонок спасло только то, что они были со своим природным тюнингом. Что они были не в одежде. Потому что, если бы они в одежде бежали, то их бы завалили сразу. Ну, правда. А там растерялись. У них есть закон, нельзя обнаженный человек стрелять. Заваливать нельзя. Это будет сексуальное домогательство. Но наши охранники все это сделали. Они завалили их. Там же, да. Что вы думаете по поводу вообще такого движения, которое таким образом... Что они делают? Пытаются чего добиться? Действительно ли цели, которые они ставят перед собой, они достигают? Или весь мир смотрит на них с ухмылкой, да, и говорит, ну, понятно, ладно. Ну, у меня несколько версий. Выбирайте каждый, кто хочет свою. Первая версия, что это администрация Путина сама все сочинила. Выделил деньги пригласить этих феминисток. Разделись. Потому что каждый раз, когда такая провокация происходит, на высоте Путина оказывается. Еще немножко, и я начну верить, что у нас есть подвижки в лучшую сторону. Ведь есть примета. Если Запад гонит на Россию, значит Россия делает что-то хорошее. Сегодня ополчились на Россию серьезные. Значит Россия не дает Западу. И мне это самому нравится. Теперь с этими девчонками. Ну, слушайте, Путин классно ответил. Потрясающе, говорит. Ну, во-первых... Давайте я процитирую. Да, процитируйте. Что касается акции, она мне понравилась. Классно. Вот это, кстати, подтверждает ваше слово. В принципе, мы знали, что такая акция готовится. Скажите спасибо украинским девушкам. Они помогают вам раскрутить вашу ярмарку. Гениально. Ну, смотрите, я это выражение знал. Я знал другое. Что ему не очень грудь понравилась. Говорит, лучше бы мне показали колбасу и сало, сказала. Но они не поняли, немцы, потому что это все-таки цитата из нашего фильма старого. Это очень советское. Но это ответ очень хороший. Я вообще думаю, что, конечно, я, может, и пошутил. А всерьез вот что я хочу сказать. Вся эта борьба за эмансипацию бабскую, это все нарушение закона природы. И когда я смотрю на европейский баб, зачитывающих инструкции от имени Евродейского союза, то я у меня в один вопрос. Какое ваше собачье дело, запрещаем мы гей-парады в России или нет? Вы в Голландии трескайте орешки, пейте пиво, курите, заключайте браки, но при чем тут Новосибирск, Томск и Владивосток? И два Челябинска. Да, да, да. Какое ваше собачье дело? Почему вы нашему президенту указываете, что это не демократично иметь резидентуры с иностранным капиталом? Замечательно, ответил Владимир Владимирович. Ну, это НКО, я не знаю, как расшифровывается. НЛО, НКО для меня это все из астралопитеков из области. А он им отвечает, у нас 564 предприятия иностранного капитала, а наших с российским капиталом в Америке два. Вы почему вообще суетесь в наши дела? И я думаю, что это беда Европы. Вот я, я не гееспособен, но я к ним отношусь, в общем, более-менее нормально, потому что действительно они хорошо обслуживают в магазинах. Ну, почему вы призываете других этим заниматься? Тогда человечество вымрет без метеорита, без конца света. Ну, как человек, Бог разделил на мужчину и женщину, почему? Чтобы род продолжался. Люди, любимые дети Бога. Но когда происходит нарушение, что вполне реально и возможно, но не призывайте к себе, почему вы Россию обвиняете в недемократической страной? Именно из-за этого. Да что же это такое? Но они сами от этого страдают, только это еще не понимают. Смотрите, бабы вот эти, европейские. Недаром украинки едут туда и выглядят лучше всех остальных. Ну как, европейских баб хочется целовать из Еврогейского союза? Да никогда в жизни. Вы видели эти губы? Дважды дождевых червяка перед непогодой. Они еще не насосались влаги. Тоненькие, тоненькие, злые, злые такие. Такие вот для затитывания инструкций, декларации о независимости. Я выдал одну фразу, но несколько лет назад на своем выступлении. Я горжусь этой фразой. Все, кто ненавидит негров, расисты. Она, эту фразу гуляет сейчас по интернету. Немножко в отредактированном виде. И сегодня она гуляет в таком виде. Все, кто ненавидит негров, расисты. Все, кто ненавидит евреев, антисемиты. А кто ненавидит русских, правозащитники. Но наш президент держится достойно. Он им отвечает классно. Вот если бы он еще внутри страны как-то умел так же поставить на место наших, как он ставит на место иностранцев, вообще, может быть, что-то в стране и поменялось в лучшую сторону. Друзья, у нас завершается первый час нашего пребывания в эфире. Мы обязательно продолжим в часе следующем. Пока я хочу сказать, что вы можете присылать ваше сообщение на 8870. Звоните 0731. Традиционно итоги подведем в конце программы. Ну и смотрите онлайн-трансляцию на сайте веселаярадио.ру. Сейчас мы прервемся буквально на некоторое время, чтобы встретиться в начале следующего часа. Ну что, вы продолжаете присылать ваши сообщения, с которых мы, пожалуй, начнем. И я передаю слово Михаилу Николаевичу, который... Я не могу. Я угораю от тех посланий, которые мы с вами сейчас получили. Но это... Молодцы. Вот люди замечают правильные вещи. Но, прежде всего, пишет женщина. Работаю в школе. Спрашиваю детей о том, кого из космонавтов они знают. Назвали одного Гагарина. Я спрашиваю, а женщина-космонавтовка? Ответ белка и стрелка. Ужас, ужас. А в поликлинике бабушка спрашивала у сидящих в очереди. Кто последний? К уриноларингологу. О как. Выпускники сразу ЕГЭ поняли. А да, урина. Объявления в магазине Ярославский бройлер. В продаже имеются. Объявления же просто написаны без вступления. В продаже имеются. Ноги, головы и вот это гениально. Кожный остаток. Небритый надо было еще добавить. И тогда было. У вас. Да, есть объявление. Вот из Ростова-на-Дону пришло сообщение. В маршрутке надпись. Это по поводу того, что держись, пассажир за поручень и заткнись. И заткнись, да. Так вот, в маршрутке надпись. Семечки жрем с кожурками, пиво пьем с бутылками. Ну, магазин в центре Волгограда написано через букву «Ц детская одежда». Да, Сергей пишет, не дай бог туда пойти с ребенком. Действительно. Ну, а это мне районный терапевт поставил диагноз «гаймориды» и отправил к лору. Я вообще, Максим, может быть, все-таки уделю внимание этой теме. Поскольку я часто пишу в своих блогах об образовании, о том, что случилось, и, естественно, о министре образования, о министре ликвидации образования Ливанови, то мне многие не верили. Я попросил одну свою помощницу, ее звать Ника, опросить молодых людей на улице. Мы придумали дурацкие вопросы. Ну, например, и вы знаете, никто не возражал. А вопросы были провокационные. Но, например, мы узнали, говорим мы, что Ленин, настоящая фамилия, которая была «Медведев», взял псевдоним «Ленин», потому что он родился в Ленинграде. Никто не возражал, Максим. Они сказали, да, так и есть. Никита Михалков, оказалось, по опросу, написал слова «Гимну России». Сделал это лучше, чем его папа, который написал слова «Гимну СССР». И ни один человек из опрошенных не возразил. Гоголь написал трилогию, одна часть из которой называлась «Мать». Он же автор романа «Гроза», в котором главная героиня изменила мужу, потом сделала аборт и бросилась под пояс. Вот это ответы. Вот прямо на улице они отвечают. Сейчас этот ролик крутится в интернете и на моем ютубе. Станиславский, Немирович и Данченко образовали театр. В Великой Отечественной войне погибло 50 тысяч человек. Это ответы. Наполеон был круче Бонапарта. Жуков за победу над Наполеонами в битве на Курской дуге получил звание фельдмартшеру. А Базаров утопил муму и поддобавил мужик «гад». Ну, друзья мои, казалось бы опять, да? Но, вы знаете, что интересно? Все правильно ответили про Рюрика. Первый князь русский. Похоже, я достал народ молодой. Похоже, что фильм сработал. А вот, интересно, прислано письмо. Буквально вчера показывал фотки с похода в Карелию. Дошли до Шуйской ГЭС. Спрашиваю у сына, знаешь, что такое ГЭС? Конечно. А зачем нужна ГЭС? Для сохранения энергии реки. Между прочим, тонко. Тонко, да. А вот из сочинения, диктант, слушайте внимательно, прислала мама автора этого диктанта. Белый я, береза, береза, под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. Обе. Мама спрашивает, что у тебя сколько? Она говорит, четыре. За диктант. Четыре? Четверку попутил. Она говорит, это ужасно. Она говорит, мам, ну у нас, между прочим, и двоечники есть. Нормально, да? А двоечники как писали? Если вы, вот, то, что мы с вами только что говорили, что я озвучил, свою мысль, пришло письмо мне. Если вы хотите победить врага, воспитайте его детей. Вы правильно пишут, заметили. И добавляет, обучите его детей свободе и сексу. И они оттрахают своих родителей самым извращенным способом. Какое классное письмецо, да? Ну, и, наконец, вот это, я не знаю, что будет с теми, кто не сидит. Спросили. Это пока на воле. На воле, я имею в виду. Спросили у девчонки, выпускницы школы. Естественно, Тистат, естественно, ЕГЭ, все это есть. Что означает красный свет светофора? Она ответила правильно, стоять. Ну, правильно. Ну, точно готов. А зеленый, она ответила, сидеть. Я открыл сайт, на который присылают вот это все, весь ужас. Зря я это сделал. Спать тяжело после того, как читаешь это. Заснуть невозможно. Это же как опустили нашу страну. Но ведь это потом будет обработано и передано как-то в... Все в администрацию, да. Но администрация интересна. Она не хочет со мной разговаривать, президент. Они говорят, вы нас критикуете. Вы над нами смеетесь. Ничего себе, я делаю для них полезное дело. Делаю то, что должно было бы сделать министерство образования. Но у них нет денег, а у меня, видите ли, есть... А какие деньги? На это денег не надо. Надо просто открыть сайт и все. И... Ну, вот они из-за бит на меня. Это не хотят рассматривать присланное от меня. Ну... Да, ну, что, у нас есть еще много министерств других и ведомств. И одно из них это Роспотребнадзор. Так, что... Наш любимый... Наш любимый Геннадий Анищенко... К нам приехал наш любимый. Да. Так вот, главный государственно-санитарный врач России Геннадий Анищенко, Михаил Николаевич, специально для вас я эту новость берег. Я сел. Он сообщил, что отныне в Баржоми зарегистрированный в российском реестре продукт и допущен на российский рынок. Теперь можно не поздно пить Баржоми, а самое время. Вот фраза «поздно пить Баржоми» теперь перестала иметь смысл. Но вот удивительный человек, да? Он о пользе продукта судит по директивам политиков. Вот сегодня мы дружим с Грузией, пытаемся дружить. Значит, продукты грузинские полезные. А завтра поссорились в Белоруссии, масло плохое в Белоруссии оказалось. Но гнать его надо! Ну, Михаил Николаевич, вы, может быть, и не правы. Может быть, я не прав, может, гнать не надо. Эмбарго, как сообщается по каналу Интерфакс, сообщение пришло, что эмбарго на поставки грузинских вин и Баржоми в Россию было введено в 2006 году. Решения российских властей объяснялись низким качеством грузинской продукции. А сейчас выросло. Выросло за эти три года. Да, я не прав. Все, оставить его на месте. Пускай веселит нас своими решениями. Главное, весь народ над ним смеется. Ну, а что толку? Над Фурсенко тоже весь народ смеялся. Ну, что ты будешь делать? Может быть, Путина сделать министром иностранных дел? Он замечательно отвечает на вопросы, великолепно ставит на место журналистов вот этих потаскунов, журношлюшек всяческих, которые с запада к нам валят снежным комом. Ну что, ну, надо же как-то с ними справиться. Хотя, вот мы с вами говорили... Ну как, если валят снежным комом, то только с Нешкалепом, пожалуй, нужно с ним справиться. В ответ запустить. Знаете, я... Помните, мы несколько раз говорили, даже такую вот мысль высказывали, что наши власти, пора было бы войти во вкус, сажать коррупционеров. По-моему, они слушают наши передачи. Я повторю эту мысль. Ведь начали сажать, и просто день не проходит, чтобы не сообщили о ком-то. Вот сейчас этот генеральный Ижмаша, я читал его биографию, да там даже без суда и следствия можно сажать. Потому что там по биографии все ясно. Но гениальное объявление вот это было в Ижевске. Завод Ижмаш переехал на улицу такую-то, дом номер 13, квартира 36. В зале разрыв папки и матки происходит, когда я это читаю. Это нам сообщение пришло, помните. Да-да-да, но мы же зачитали, а после этого генерального директора собрались арестовать вот этого. Я не помню. Фамилия не имеет никакого смысла. Значение. Мне только сейчас папка и матка дошли. Я думал, что это о других предметах. Речь о родителях. Конечно, это хорошая папа, мама. А еще вот этот гениальный мужик, который посадили в Новгороде. По-моему, действительно, Путин наш вошел во вкус, ему нравится. Вот так утром раскладывают пасьянцы с чиновников такую колоду. Вот этого, 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 давай. А там же можно тыкать пальцем, куда хочешь, все равно найдешь что-нибудь. Или слушают нашу передачу. Что нам кого искать? Что там было в передаче Юмор-ФМ? А они, по-моему, знают, о чем говорят. И сажают. Ну, смотрите. Нижний Новгород. А, великий Новгород. Посадили в арест. Под арест взяли, я не знаю, видели вы или нет эти кадры. Я, когда его увидел, я думал, по внешнему виду можно сажать. Там видно. У него щеки, Максим, это закрома Родины. Он хранил бабки не на Кипре, в щеках. Там такой организм. Он так насосался за это время. И он в клетке сидит. Это страшная история. Это Голливуд, страшилка. И о нем говорят. А он, невозмутимый. Глаза закатились. Крутяк сидит такой. И, вот это гениально, и ковыряет в носу. Причем засунул указательный палец. Ну, клянусь, всю фалангу. Вся фаланга туда вошла. Ну, что? Дай бог, чтобы все чаще они оказывались в правильном месте. В правильное время. Похоже, обрел особую актуальность старый анекдот про то, как начальник приходит на работу и затребовал все дела сотрудников. И потом берет из этой папки, берет одну, вторую, третью, вытащил. Ну, не рекомендацию, а вот эти, собственно, папки, дела, да, вытащил. Говорит, этих уволить. Ну, и начальник отдела кадров говорит, а как, на основании чего? Я не люблю неудачников. Классно. А у нас удачников надо, наоборот. Да. Друзья, мы сейчас прервемся на некоторое время, у нас рекламная пауза, после чего вернемся и продолжим. И расскажем, кого бы еще хорошо туда же отправить. Да. Веселое радио продолжает следить за событиями на корейском полуострове. Ну, без этой темы нельзя быть. Хорошо сказать. Очень, очень грустно. Я давно уже говорил нашему редактору, шеф-редактору службы информации, что я начинал, как новостник, сделал кучу ошибок. Так вот, да, я в свое время новости читал, поэтому могу, в принципе, поупражняться. Ну что? Вы новости, а я всю жизнь гадости читал. А вообще, кстати, передача новости может переименовать в гадости. И будет гораздо правильнее. Только, пожалуй, на юмор-фм этим новостям дается такая окраска, что смотреть их хоть как-то или слушать хоть как-то можно. Да, а то сидят двое, оделись такие, знаете, мне так нравится вечером. Он, она, красивенькие такие. Говорят, добрый вечер. А дальше, ё-моё, бабушка съела детей, дети расчленили самого Чикатило. Все это. И самолет столкнулся с электричкой в туннеле. Это с издержанным оптимизмом произносится, да? Это с оптимизмом, и в конце говорят, хорошего вечера. Это правда. На самом деле, если проанализировать наши новости, то действительно с легкой полуулыбкой говорится о том, что произошли в Иране землетрясения. Погибло 159 человек. Есть также еще жертвы среди американского контингента. Вы знаете, из-за этого люди перестали чувствовать слова. Недавно хоронили одного известного актера. И неважно кто, здесь дело не в личностях. Естественно, пришли люди, которые хотели о нем сказать слова. Пришли известные актеры. И вот это для юмора ФМ, но это страшно. И выходит артист театра и кино, и говорит, мы собрались здесь с вами по традиции. Он даже не дает себе отчет, что он в данный момент на поминках существует. По какой традиции? Ты чего в самом деле? Вот такие фразы входят в людей. Вот как, я говорю, как флешку вставляют в мозг. И они не дают себе отчет, что они говорят. Но я вас... Да, Северная и Южная Корея должны в итоге объединиться. Так, по крайней мере, считают власти Пхеньяна. После ядерного удара. Да, и они заявили, что нет другой сейчас формы объединения, кроме как война. Вы знаете, что ситуация на корейском полуострове такая накаленная, прямо скажем. Я звонил родителям на Дальний Восток, и они говорят о том, что люди реально уезжают с Дальнего Востока. Они покупают там туры какие-то, уезжают к родственникам. И все боятся. Потому что Северная Корея находится, прямо скажем, очень близко от границ России, от Примосковского края. Ну конечно, Владимир Востока вообще рядом. Да, и в Китае беспокоенность растет. А между тем, северокорейские ракеты, по сообщению иностранных агентств, уже заправлены топливом и стоят на пусковых установках. Но там из-за чего весь сырбор разгорелся, Соединенные Штаты и Южная Корея проводят учения. Вблизи северокорейских границ. Ну там, не в территориальных водах, но где-то рядом. Учения традиционные, как бы. Но Ким Чен Ын, новый руководитель Северной Кореи, считает, что это агрессия. И в этой связи во всеуслышание объявлено, что Северная Корея произведет запуски вот этих двух новых ракет, которые еще не испытаны. Одна из них дальностью полторы тысячи километров, другая три тысячи километров. Она может достигать там Японии, понятно, что Южной Кореи и даже острова Гуам, где находится американская база. Из-за этого поднялся переполох. Что вы думаете по поводу того, что вообще Северная Корея, да, и режим, который американцами называется преступным, который нужно там ликвидировать, запретить и так далее, вот наводит столько шороху? Я думаю, что ничего не будет, могу примазать. Крика будет очень много, шума будет много. И вот почему. Я в юности был в такой ватаге, ну, банде, которая называлась Питак. Мы с другими ватагами дрались. И у меня есть точная примета. Вот если в подворотне встречаются стенка на стенку, ну, не стенка, там, три на три там. Если кто-то начинает орать, я тебя порву сейчас, все, драки не будет. Драка начинается молча. Посмотрите, Северная Корея орет, пужает. Чепуха. Не будет уже. Как Гитлер напал из-под тяжка? Как Наполеон пришел? Должен был на Англию, пошел на Россию. Посмотрите, все войны начинаются втихаря. Не будет ничего. Порут, порут. Вот у Америки, Северной Кореи не очень интересно, там нефти нет. Они должны, такой враг, Америки очень... Выгоден. Он есть, но он не нужен, чтобы его превратить в колонию в Ирак. Зачем? Пускай существует. Кроме того, у Кореи две ракеты с ядерными зарядами весьма сомнительного свойства. Поэтому мы еще не знаем, работают ли они. Ну, все, что на рисе работает, Михаил Николаевич. Но период полураспада корейского риса, он еще не изучен. Дальние результаты неясны. Поэтому я думаю, что это все так ором и закончится. Ну, с другой стороны, нам это выгодно, потому что от Сирии отвлекает молодец вот этот Ким Чен Ир очередной. Отвлек от Сирии. Знаете, я больше озадачен тем, что в Сирии происходит. Если наши сдадут Сирию, нам конец. Если мы это не отстоим. А вот тут мы должны упереться рогам. Вплоть до того, чтобы оружие поставлять. Своих инструкторов поставлять. Летчики у нас еще хорошие есть. Мы обязаны упереться. Северная Корея, не важно. Там Китай за нее заступится, в конце концов. У них есть договор там своеобразный и так далее. Я даже не хочу подробностей. А вот Сирию сдавать нельзя. И смотрите, наши пока не сдают Сирию. И дай бог, и впредь. Кстати, Сирия изначально не арабская. Сирия и Иран от слова Арии. Также Ирак. Это арийские переселенцы. Пришли с теперешней, так называемой, русской равнины. И произошло это 4 или 5 тысяч лет до нашей эры. Посмотрите на сирийцев. Они же не полненькие, как большинство арабов в Египте, допустим. Они такие худолицы. Абсолютно как кривичи наши. Только сильно вымазаны гуталином. Ну, короче, подзагорели ребята за несколько тысяч лет всерьез. Также иранцы, также бедуины. Это все арийские корни. Персидские, иранские. И они нам очень близки даже по ДНК-генеологии. Я 8 часов проговорил 3 дня назад с профессором Гарвардского университета. 8 часов. И он мне рисовал картины распространения народов согласно мутациям хромосомным. И согласно этой новой науке ДНК-генеологии он возглавляет лабораторию в Гарварде. И им, наверное, будет дана Нобелевская премия скоро. Ну, выдвинуты они будут, дана я не знаю. И он подтверждает то, что я говорю. То, что я назвал в свое время мутациями слов, он подтверждает мутациями ДНК-генеологии. Так называемыми гаплогруппами. И интересно, что в Советском Союзе были объединены очень близкие к нам по хромосомному набору, по меткам хромосомным, киргизы, таджики, как ни странно, и казахи. Вы представляете, они нам близкие, оказывается. Вот почему мы в свое время дружили. Да, такая интересная вещь происходит. Ученые совершенно не хотят об этом ничего слышать. Это не вмещается в рамки их традиционных знаний. Ну, а что касается... Ну, потом говорят, Путин поедет в Корею. Ну, он-то наладит все. Он даже заготовил щенков для президента корейского. Председателя, извините. Депрезидент. Ну, съедят и хорошо. Дело в том, что несколько ядов я ожидал этого. Ну, я доживал. Так вот, что касается Китая, то в Китае нет никакой обеспокоенности относительно ситуации на корейском полуострове. Я нашел тут информацию по сообщениям газета «Хунзю Шибао». Вы сейчас все правильно сказали? Да, старался. Так вот, сейчас особенно популярны туры в Северную Корею, сказали это и газеты, и представители туристической индустрии. Ситуация там стабильна. Опрос проводился 8 апреля. Ну, то есть, прямо скажем, не очень давно. Да. 2013 года. И мы не испытываем недостатков клиентов. То есть, китайцы по-прежнему едут в Северную Корею посмотреть, как на пусковых установках находятся ракеты. Ну что, они не должны бросить Корею, если вдруг америкосы обнаглеют. Но америкосы знают про Китай и вряд ли решатся обнаглеют. Американцы ведь не вояки, по большому счету. Ну, во-первых, наш Снежколеп может вывести из строя вообще всю технику. Ну, что сегодня за техника? Посмотрите, у всех зависают айпады. Вай-фай не работают. Все время тормозуха. Ну, вот ты будешь давать через интернет, отдавать приказ на взлет. Да тебя разбомбят уже, к чертову матери, наши генералы с карандашами, которые работают. Потому что на них Снежок не влияет в этой ситуации. Я вроде как шучу, но я думаю, что война с этими современными технологиями практически невозможна. Все не туда полетит. Но, пожалуй, здесь нужно отметить, что войну выигрывает идея. Потому что если жирный и сытый человек идет куда-то ради денег на войну, он обязательно ее проиграет. Если он столкнется с каким-то движением. Ведь, по большому счету, Соединенные Штаты, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, это так. Не выиграли ни одной войны, кроме войны за независимость. Когда это была идея. Идея была не отдавать бабки, налоги англичанам. То есть они за бабки выиграли эту войну. Мы оборонялись, чтобы рабами не стать немецкими. А они не хотели просто отдавать десятину свою. Вашингтон был очень богатым человеком. У которого были отряды. Специализировались отряды на уничтожении индейских племен. И, конечно, он вырастил боевые. Такие ОМОНовцы такие того времени были. И он и возбудил всех. Мол, ребят, хватит. Да ему жалко было бабок. Вот и, собственно, начало войны за независимость. Ну что, мы сейчас прервемся на пару минут, чтобы продолжить наш увлекательный разговор. Простите, я только добавлю, что америкацы действительно, они не бойцы сегодня. Сколько бы железа не было навешано на накаченном Америкосе, но если промокнет туалетная бумага в рюкзаке, он не боец после этого. Он не знает, что делать. А как? А туалеты? Ну, придут они к нам в Россию. И что они там? Где они? В наших туалетах? А там же унитазов нет. И как они воевать будут без этого, с нашим очком вот этим? Воевать с очком? Попасть в очко уже они не смогут. Я имею в виду вот это вырезанное очко. Ну, у них лазерные прицелы есть, Михаил Николаевич, кто знает. А, они познают на копчик. Через пару минут мы в студии. Друзья, продолжаем рубить правду. Рукно. Да. Ваши сообщения, которые пришли к нам на 8870 и на гостевую книгу. Владимир из города Есентуки пишет. Крем для рук. На обратной стороне написано. Крем для рук с экстрактами дальше как вкусно. Томата, базилика и кислородным комплексом. Хочется облизать руки после каждому, кто намазался. Они же дописаны дословно. Вкусно, но несъедобно. Только для наружного применения. Значит, попытки были. Значит, попытки были. Намазал, и потом весь день облизываешь лапы себе. Мне, пожалуйста, крем с томатом, базиликом и кислородным комплексом. С удовольствием. С удовольствием. А знаете, шутки с шутками, но ведь со стиральным порошком, в котором было написано, что он уничтожает жир. И действительно были проблемы. Многие наши не дочитали, что это стиральный порошок. И мазали себе вот это, у поп и уши. Вот эти мазали стиральным порошком. И привозили их чуть ли не в реанимацию. Он говорит, ну тут же написано жир, а у меня это жирные места. Так что нашим иногда надо это. Вот америкосы всегда прочитают инструкцию. Например, такую. Человек, который это прислал, к сожалению, не подписался, но пишет, что он ходил на рентген зуба, а на двери объявление. Пациентам-платникам и пациентам с инструментами в ротовой полости вход без очереди. Такая картина. Страшная картина. С инструментами. Представляете? Я понимаю, что это имеется в виду распорки. С распорками посылают ходить пока. Тоже, вот знаете, вот этому можно было бы поучиться у америкосов. Я был у зубного врача в Техасе, у американца настоящего, не нашего. У него все в одном кабинете. У него прямо рентген делается в этом кабинете. А Адаш, ему вставляют распорку, говорят, иди через три коридора езжай. А он на лифте едет, люди заходят, у него хавальник открыт, там стоят бревна какие-то. И, ну ужас, но тогда напиши там распорки. Ну как, с инструментами, мерещится гаечный ключ, домкрат в ротовой полости. Опять все, выпускники ЕДГЭ завладевают нашей жизнью. Раньше стояла в поселке Медвежьи озера палатка. Рядом с этими же озерами. И была на ней надпись. Свежее мясо с медвежьих озер. Ну это грустняк. Это туда, к свистку с дырочкой, с одной. Отрава от крыс. Инструкция. Замечательно. Как умно. Ну, крыса съедает отраву и уходит тихо умирать, не вызывая подозрения у других особей. Это очень политкорректно по отношению к крысам. Это даже, я бы сказал, это миролюбиво очень. Это, я вспоминаю инструкцию, которую когда-то со сцены даже зачитывал про тараканов. Мол, надо рассыпать. А тараканы же всегда разведчиков посылают сначала. И вот эти разведчики придут, съедят, поймут, что отрава, вернутся к своим и расскажут им, туда не ходите. Вот это целая история такая была описана в инструкции против тараканов. Ну и вот, замечательно. Да, есть еще совершенно удивительное сообщение, которое пришло к нам из Москвы. Точнее, даже из Мытич. Да, вот я увидел подпись. Пишет Галина. Случай из серии «Смех сквозь слезы». И то правда. Мать с сыном переростком в магазине. Сын просит купить ее сигарет. Ну, ему же не продают. Мать покупает. Следующая просьба. Купи, мам, еще и Пепси. Мамин ответ. Нет, Пепси это вредно. Гениально. И ведь, знаете, она права. Вот, казалось бы, дурь, по дуре сказала, да? А ведь права. Вообще, западная еда, которая сегодня во всех ларьках, она вреднее сигарет. И это мало кто понимает. Если человек привыкает к сигаретам, он меньше вред наносит. Нет, вообще курить вредно. Я неправильно сейчас говорю. Курить, безусловно, вредно. Но жрать эту гадость еще вреднее. Вот, что я хотел сказать. Ведь уроды дети сегодня. Вы видели эти фигуры детские, которые едят, ну, то, что называется фастфуд. Противное, быструю еду. Да, вот здесь нам пишут, что в Мордовии есть палатка, на которой, дальнобойщики пишут, палатка, на которой написано «Морд Дональдс». Я знаю это, я ее видел сам. Я там был, видел. А есть еще по всей стране, вот, продают в ларьках, написано, как, «мини-супермаркет». И вот там вся эта дрянь продается. Но дети, которые это едят, они дистрофики, раз, но с очень большими попами. Ну, как дистрофики, довольно-таки внушительные фигуры. Снизу. Они клизмообразные, такие, копится жир в этих местах. Ну, да, такие люди-колокола. Ну, в Европе... Да, да, раскрешенные книзу. Такой, такой... Люди-кегли, да. Боже, люди-кегли, да. Бери, сбивай снежком. Ну что, у нас... Мы не забываем о том, что сегодня праздник. По-настоящему радостный день. Мы поздравляем всех с тем, что сегодня день космонавтики. И Юрий Гагарин в свое время открыл дорогу в космос. И открыл всему миру глаза на то, что Советский Союз и русские люди, и люди, которые живут на территории Советского Союза, могут очень многого добиться. В этой связи, Михаил Николаевич, у нас есть рубрика наша, более-менее традиционная, которая называется «Вопрос от звезды». А вы мне еще дадите про космос несколько слов потом сказать? Конечно. После того, как я отвечу, как звезда... Сейчас звезда со звездой говорит. А потом я хочу про космос еще кое-что сказать. Вопрос зададут Александр Калери, российский космонавт, который совершил пять полетов в открытый космос. Вышел в открытый космос и совершил пять полетов. Давайте послушаем. Неформат. Вопрос от звезды. Здравствуйте, Михаил. Я, космонавт Александр Калери, хотел бы задать вам вопрос. Особенно как майорцу. Если бы у вас представилась возможность полететь в космос, что бы вы взяли с собой, кроме юмора? Я бы взял с собой самый простой карандаш. Потому что ручки в космосе не пишут. А карандаши пишут. И все, что увидел, там я бы записал. А, кстати, на эту тему снят классный фильм совершенно. Называется «Три идиота» сняли в Индии Болливудом. И он собрал какие-то невероятные сборы у него. Такого ни один индийский фильм не собирал. А вот про космос я бы вот что хотел сказать. Космос изначально из корня прославянского слова. Означает это космы. Что такое космы? Из трех прядей заплеталась коса. Почему три? Три число равновесия. Три черепахи, три слона. Всегда на трех опорах стоит мир. Так представляли древние. Нет, это правильно. Если стол стоит на трех ножках, он не будет качаться, даже если вы подрежете не точно ножки. Это символ равновесия. И вот три пряди, заплетенные в женскую косу, это есть упорядоченность и равновесие мира. Так что потом в греческом определило слово космос из прославянского языка. Почему? Да потому что древние греки тоже представляли космос как упорядоченность вселенной. Там порядок, идущий от законов Божьих. А английское space означает пустота. Ничего нет. Вот для торгашей Европы там действительно ничего нет. Там ничего не продашь. А на самом деле это порядок. И еще интересно. Атлантида тоже оказалась от нашего прославянского корня. Лоно – это живородящая женская часть тела. Лоно. Но лоном стали называть и землю живородящую, дающую урожай. Поэтому отдать в лен, то есть в аренду. А отсюда же такое выражение land – кусок суши. Дон – это река, а лоно – это живородящая земля. Река и живородящая земля – лоно на дону. И отсюда сокращено land. И от лоно – атлантики. Назывались любые острова в океане. Любые. И в море. А острова на реке – от слова посеченные суша. И отсюда запорожская сечь. Это как посеченная суша. Но это же на реке Сена – сету. Как называют, боже мой, острова? Сите. Сите. И сити английская. Потому что это пошло изначально с реки Сены. Так вот. Атлантида – это просто острова в океане. И ничего более. Которые некоторые затонули. И доказательством тому является то, что об Атлантиде в античном мире писали только два человека. Это Платон и Аристотель. Которые соперничали, ненавидели друг друга. И все время смсничали, как бы сегодня. Они бы друг друга смс-ками забрызгали. Об Атлантиде никто не пишет, Максим. И все. А была северная жизнь у нас на материке нашем. И о ней в античном мире готовы 143 сообщения. Манускрипты. Манускрипты. Летописи. Описания. Ну как, из летописи, из хроник. 143. Это только я нашел. До нашей эры. И называлась она у греков Гиперборея. И греки считали, что боги, все их прилетели с севера суши. Из-за борея, северного ветра. Гиперборея – это за северный ветром. И они обозначали это на нашей территории сегодняшней. Более того, Аполлон оказался от слова «апаленный», «солнечный». А его Артемида – это тоже из арийского происхождения. Они близняшки были. Ну, шведы, конечно, себе присвоили, что Аполлон и Зевс были шведами. Это ясно. Рюрик, Зевс и Аполлон. И вот что интересно, что действительно Сталин посылал три экспедиции при Сталине. Советская власть, Сталин или нет, не знаю, но без Сталина мало что делалось. Для изучения нашего севера. Неизвестно, что нашли, что нет. Гитлер незаконно на нашей территории тоже посылал в разведку своих и ученых, и разведчиков, чтобы исследовать оставшиеся следы Гипербореи. А очень может быть, что жизнь сознательная и белая раса созрела в доледниковый период на севере нашего материка. Отнюдь не на юге. На юге человек не развивается. Я много раз говорил, приехал на люк, отупел за неделю. Там не может созреть сознательная жизнь. Там развиваются мышцы, что угодно, но торгашество, война – это все признаки южной жизни. Из нашей палатки там палас получается. Только наша в поле стоит палатка, поле – это опаленный лес, и поле сеет. Вот. Там развивается богатство, торгашство. И я теперь, я подбил и Безрукова. Безруков мне недавно, Сережа, сказал, что он бы хотел на север, на наш север, слетать со своим театром, который ему дали, с молодежной труппой. И даже реконструкции воспроизвести он готов, потому что на севере у нас, в районе Кольского полуострова и Таймыра, и Северного Урала есть Стонхенджи, есть мегалиты, есть пирамиды. Причем одна из них, судя по всему, Луны, другая – Солнце. И самое интересное, что действительно греки описывали… А где-то в каких местах? Кольский полуостров, а также архипелаги, островные в Белом море, и север Урала. И вот мы поедем снимать, я хочу фильм снять. Ученые открещиваются от этого, и в результате начинают глючить фантазеров. Мол, гиперборея, они летали на самолетах, у них была ядерная война с Атлантидой. Я не знаю, это пускай к тем, кто готовит Снежколеп сейчас в надувном Челябинске. А то, что жизнь там была до ледника, есть тому стопроцентные доказательства. Там есть петроглифы на камнях Онежского озера, которые были выцарапаны, выскребаны. Отсюда английское слово скрайб, выскребаны до ледника, и тому есть доказательство. Там была жизнь, и очень даже сознательная. Но, к сожалению, она, и, видимо, белое человечество, белая раса, именно европеоидная с севера нашего материка. Некоторые говорят, там жили русские. Так не надо говорить. Там жили люди, которые дали сильнейшее развитие человеку. Вот что. Когда я спросил у Гарварда, они мне сказали, это не исследовано, потому что там вечная мерзлота. То есть это еще исследование будущего. Мы хотим соорудить экспедицию. Довольно большую. Безруковский театр, географическое общество Питера, РЕН-ТВ. Ну, естественно, я как Рожа Брент, раскручивающий идею. И как представитель юмора ФМ. Ну, что вы кричите, что Арии прошли-пошли из средней. Ну, ребят, там у них ни одного доказательства. А тут очень интересно. Более того, есть карта, на которой в 1525 году, по-моему, если кто-то меня поправит, буду рад. Меркатор, известный голландским картограф, зарисовал гиперборею. И она на нашем севере. И один полуостров гипербореи очень похож на новую землю. Я могу бесконечно об этом говорить, но это же у нас же реклама же. У нас рекламная пауза, и после этого мы можем опять бесконечно говорить до следующей рекламы. Как ни прискорбно говорить это слова, но программа «Неформат» выходит на свою финишную прямую. У нас осталось около 10 минут, даже чуть меньше, для того, чтобы подвести окончательные итоги уходящей недели. Еще раз поздравить вас с Днем Космонавтики сегодняшним. Ну, и, конечно же, зачитать некоторые сообщения, которые к нам пришли. Итак, районное эксплуатационное отделение ГАИ Ростов-на-Дону. На двери женского туалета табличка «Мужчинам вход воспрещен». Женского туалета, ребят. Потому что сами мужчины до этого не додумаются. Кстати, в России хотя бы такие еще встречаются, а в Германии уже давно все вместе ходят. Ну, там и в бане, и в фильмах вместе снимаются. Когда я первый раз попал в баню, 89-90 год. Там в Германии вы имеете? Да. Ой, конечно же, Ванецкий просит, чтобы я не рассказывал ничего о нас с ним. Но мы впервые в одной бане в Кельне были. И Михаил Михайлович, я с ним до сих пор на вы, но старший товарищ. И мы, когда пришли, мы в отеле утром. И знаете, мы сели на верхнюю полку. Вот мы сидим, и нормально. И вдруг заходит голая баба. Вы представляете, мы советские люди. У нас совершенно другой градус нравственности. И вдруг заходит голая баба, а мы на верхней полке лежим. А такая, ничего. И ложится прямо перед нами, ниже нас на полку, и распласталась по ней самым бесстыднейшим образом. Всю свою кудрявость раскинула. И 89-й год, понятно. И мы от этой кудрявости. Ужас просто. Ужас. Я вспотел сразу. Смотрю, и звонецкий потом пошел. Хотя было 40 градусов. А мы сидели. Говорят, что-то нас не берет русских. Оказалось, одна баба зашла и взяло по полной программе. Это же какие они отморозки. Если они в одной бане. И вдруг он багровеет. Он же очень остроумный человек. И говорит, встает. Огибает ее. И говорит мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает. И какой гордый ушел. Вообще, у меня со Жванецким, какой же он в жизни устроен. Знаете, первый раз в жизни. Вот я, у меня первая популярность. Где-то 87-й год, 86-й, наверное. ЦДЛ. Центральный дом литераторов. И после одного моего выступления «Вокруг смеха», как-то люди стали на меня тоже обращать внимание. Я прихожу в дом литераторов, в ресторан. А Жванецкий выходит со своим директором. И рядом с ним идут две очень модельные девушки. Такие две модели человека. Такие. И очень высокие. Я у них могу проехать между ног на велосипеде. Такие действительно ходульные совершенно. И я вхожу, а он выходит с ними. И зал так, все, кто сидели, а тогда залы полные были, в ресторанах. Хоп, и смотрят. Один уже очень популярный, известный, любимый. Второй такой немножко начинающий. Что скажет один другому? Жванецкий мгновенно оценил это все. И мой взгляд, когда я смотрю ввысь туда. Уже там просто смс-ку давать надо. Но в то время этого не было. И мне говорит, ну ты посмотри, говорит, в Советском Союзе такое дерьмо продукты, а в такое чудо перерабатываются. И на них показывают. А чей стал рассказывать, я не знаю. А по поводу того, что мужчинам вход воспринимают в женский туалет. Если мы каждую так комментируем, мы не успеем рассказать о том, что нам прислали. В Ярославле ветеринарная лечебница называется Рыжий таракан. Я, ребят, вас поздравляю. Уже тараканов понесли на лечение. Конечно, у них же заворотки жёг бывает. А как их не полечить, бедолага? Очень депрессия у тараканов. Всякие бывают. Очень депрессия у тараканов. Вот надо, вот это хорошее сказать. Это к снежколепку. Реклама в кровати в мебельном магазине. У нас собы станут жаворонками. Ага, там матрас с гвоздями. Для Рахметова. Впрочем, я проявил совершенно ненужную никому образованность свою. Тамбов на территории стадиона баня. Рядом реклама баня со спортивным духом. Там ещё добавить в скобках Пушкин. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Михаил Николаевич, у нас есть ещё некоторое время для того, чтобы ответить на вопросы радиослушателей, которые звонили сегодня в течение эфира. Мы подготовили небольшой блиц. Давайте его попробуем начать. Ну и последнее сообщение. Просто перед блицем мне поступило, что почему Зверев сейчас его не видно нигде, ни в каких передачах в последнее время. У него несчастье. Он перекачал губы свои и упал лицом вниз. Губы перевесили организм. И он, вот, отпечатки губ остались. Кстати, говорят, что он вместо ладони отпечатки губ оставил на Звёздной аллее. Ну, в общем, это первое. А второе, мне кажется, очень удачная такая фраза, которая пришла мне на ум. У нас президентов, как и родителей, не выбирают. Теперь я готов. Теперь я готов. Беру ответственность на себя. И готов к блиц. Блицу. Да. Итак, вопросы от наших слушателей. Добрый день, Михаил Николаевич. Павел, город Москва. Сегодня день космонавтики. А вы бы полетели с экспедиции на Марс? Спасибо. Мне, знаете, что нравится в ваших вопросах? Перед тем, как задать вопрос, я так пи, и точно ощущение, что он начал ругаться матом, а вы запипикали. И в конце пи-пи, как будто у него водные слова запипикали. Это запрещено сейчас. Я каждый раз с отраганием думаю, что он там хотел сказать, почему вы запипикали. Я бы на Марс полетел с удовольствием, но на Марс мне дорогу перебежала Гузарова. Она собирается лететь на Марс, так, показать дорогу космонавтам просто. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Это Артем из Мурманска. У меня есть традиция. Пязать, черкать, идти в баню с друзьями. А у вас есть какая-нибудь традиция? Если нет, присоединяйтесь к нашим. Спасибо. Нет, ну мне предложение ваше нравится. У меня раньше была традиция ходить в сандуновские бани, но они какие-то стали гламурными. И знаете, я, человек, который терпеть не может никакой гламурняк, перестал даже в бане. Это не значит, что я не мылся с тех пор. Но у меня, конечно, есть традиция. У меня есть баня русская, несмотря на то, что это в Латвии. Хороший сруб такой. Вот. Но ваше приглашение в меня попало, меня цепануло. Я действительно должен оказаться в Мурманске, потому что съемки фильма «Гиперборея» пойдут и на Кольском полуострове, и Мурманск для меня город почти родной. Я оттуда уходил по северно-морскому пути в юности, и мне до сих пор этот город очень нравится. Все, приеду. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Это Олеся из Ярославля. В одной из программ вы обещали рассказать про старославянский секрет приворота мужчин. Я накрасилась. Что делать дальше? Только говорите помедленнее. Я записываю. Спасибо. Люди уже шутить вот эти пытаются. И шепотом. Первое. Накрасилась. А когда встретишься с мужчиной, чтобы его приворожить, не тряпись немного. Раскрой накрашенные глаза и делай вид, что все, что он говорит, тебе очень нравится. И волнуйся от его слов. Это правда древнеславянский? Это древнеславянский. Мужики западают реально на это дело. А древнеславянский, если... То да. И, конечно, я ведь озвучил вот этот момент, как мужики должны понимать, что они нравятся женщинам. Если они ведут женщин в ресторан, они теперь все следят, согласно моему совету. Они смотрят, как женщина ест. Не ешь много при нем. Ешь осторожненько, потому что якобы ты стесняешься не так что-то сделать. Ну, а древнеславянский... Ну, милая, милая Олеся, даже не знаю, как это сказать. Ой, не знаю. Бог дал волосы на всех местах для того, чтобы они там росли. А вот он и древнеславянский. Вот он и древнеславянский. Не надо эпилятор использовать где угодно. Конечно, если на ногах волосы побрить, надо. Ну, или поджечь спичкой древнеславянской. Ну, а как же высекать электричество? Я не знаю, там это же Динамо машина должна работать. Вот если мужик видит бабу в сарафане, юбка, талия, грудь и еще понимает силы... Вот женщина, которая не бреет там, где не надо брить, она наполняется жуткой энергией. Ее гормоны такие... Слушайте, как вот не стыдно такое говорить в передаче, но у нее чувственность повышается. Мужик западает реально, понимаешь, да? Мне ребята рассказывали. Никак не выходит у вас из головы дама из германской бани, я чувствую, во всей своей кучерявости. Друзья, мы заканчиваем программу, потому что у нас уже все, начало следующего часа. Спасибо вам огромное, поздравляем еще раз с Днем Космонавтики, до следующих встреч.